Приветствую вас! И давайте для начала, значит, скажем так. Значит, первое из всего, начались ваши проблемы, это с вашей лжи. Как вы пишете, вы ему лгали, и он пристал вам доверять. Необходимо понять, чем было вызвано ваше желание ему лгать, какие были ваши мотивы и, наверное, переосмыслить эти мотивы. Посмотреть, правильно ли они были и к чему они привели. Судя по тому, что с вами произошло, вы неправильно выбрали мотивы для того, чтобы лгать. И либо вы пересмотрите их сами или с помощью специалистов, неважно. Либо ситуация так и останется в плачевном состоянии. Далее. Вам необходимо все-таки перестать врать и говорить правду, начать говорить правду. Для этого необходимо понять, а что я, собственно, еще обещала вам ее говорить раньше. Были ли какие-то блоки или, может быть, были какие-то препятствия, по вашему мнению и так далее. Но, как правильно, люди лгут, чтобы казаться кем-то, а не быть. То есть, вы старались показать парню не себя реально, а, наверное, все-таки больше образ, надуманный образ. Вы боитесь того, как вы выглядите, как вы представляете себя реально. И вы это стремитесь закрыть ложью. Вот это нужно перестать делать, принять себя такой, какая вы есть. Если что-то мешает разобрать причину, по которой вы не можете принять себя такой, какая вы есть. И после этого начинать говорить правду. Это поможет вам, в первую очередь, добиться одного – искренности. Искренности и честности, что очень ценится в людях, всегда и везде. Дальше. Ваш парень говорит вам, что, чтобы вернуть отношения, вам придется очень постараться. Относиться к этому заявлению нужно очень осторожно. Дело в том, что подобные фразы люди говорят, осознанно или не осознанно, стремятся манипулировать или создавая благоприятные условия для манипуляции. Так или иначе, но вам необходимо понять следующее. Есть изначальные факторы, которые оттолкнули вашего парня от вас. Представим себе, что это была ложь. Наша ложь – это то, что и вы, и он объективно воспринимали, как препятствие между вашими отношениями. Поскольку лгали вы, то вам это препятствие нужно устранить. А если вы считаете, что мужчина тоже как-то способствовал тому, что вы говорили неправду, то это… А то он также должен сделать что-то, чтобы убрать эти сопутствующие обстоятельства для лошей. И это, вот устранение этого обстоятельства достаточно для того, чтобы вернуть его расположение. Но если мужчина будет требовать от вас что-то еще помимо этого, что-то еще сверх, вот это плохо. Это означает, что мужчина, осознанный или нет, стремится с вами манипулировать. И вам не нужно продолжать жертвовать своими интересами, не нужно продолжать терять себя ради того, чтобы его удержать. Потому что это будет длиться бесконечно. Мужчина, ощутив, что вы готовы для него на все, чтобы удержать, будет постоянно предъявлять вам все новые и новые условия. И в итоге вам предстоит принять такое решение. Либо вы полностью шерстываете собой ради него, и он с вами просто потому, что он так решил, просто потому, что он вот созволил с вами быть. Или вы все-таки сохраняете свою самостоятельность и говорите, слушай, ну я не идеально, я понимаю, что какие-то вещи тебе могли не нравиться, я их исправил. Но прости, ты тоже ведешь себя отвратительно, постоянно ставим мне условия для того, чтобы наши отношения продолжились. Ведь любовь, безусловно, если ты меня любишь, ты не будешь ставить условия. И если мужчина отреагирует на ваши слова предположительно, то есть он осознает, что его поведение не совсем верно, продиктовано оно было важным изначальным отношением к нему, но потом оно просто осталось на самом, если он это поймет, то хорошо, он правда искренне к вам относится, и важные отношения сохранятся. Если же он все равно продолжит предъявлять вам требования, то это значит, что отношения по большей части уносны только вам. А он, он уже вас не любит, он уже вас не заинтересован, он просто хочет, чтобы вы расстались по вашей вине, чтобы ответственное заставание лежало на вас, а он в это время, чтобы выглядел несчастным, жертвым и так далее. И вот этот момент нужно удерживать в голове, на этот момент нужно заострять свое внимание, чтобы понимать, как обстоят дела. Ну а сконцентрироваться нужно исключительно на том, чтобы перестать врат. Потому что, ну, ложь все тайны рано или поздно становятся явным, и вы никаким образом не красите себя тем, что говорите неправду, даже если считается, что это на благо. Ложь на благо возможно лишь тогда, когда призвано защитить близкого человека от такой правды, которая, по вашему мнению, может очень сильно навредить человеку. В остальном случае лучше говорить правду. И даже эта ложь на благо, потом все равно надо будет раскрыта врат. Знаете, даже вы, возможно, не сможете сразу перестать врат вообще, потому что это привычка. Но хорошим моментом, хорошим началом, хорошим стимулом будет то, если вы будете, вот, допустим, насоврали по привычке, и тут же сказали, ой, вот ты знаешь, если это молодой человек, ой, ты знаешь, вот я сказал неправду, на самом деле это вот так. То есть, чтобы он узнавал о том, что вы говорите не то, что есть на самом деле, а от вас. Это существенно снизит уровень проблемы, уменьшит ее масштабы и добавит уважения к вам. На этом все, надеюсь, что помогу вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучшим. Буду вам очень благодарен. Пока желаю вам удачи и всего доброго.